привет вы на канале яхты на колесах меня зовут антон а мы в германии в штутгарте на выставке 2023 года начинаем серию роликов и начнем мы со стенда хьюмер рядом со мной хьюмер free 600 с почему мы решили начать с этого вена вы часто говорили нам когда мы смотрели гранд каньон как на выставке так уже и в москве на площадке гранд каньон от хьюмер говорили о том что ну дороговато он сейчас в принципе все дороговато мы снова в этих роликах не будем называть точные цены потому что они здесь указаны в валюте в евро и мало того что они здесь имеют тенденцию к тому чтобы меняться в большую в меньшую сторону так еще очень нестабилен курс и сколько это стоит в москве мы постараемся писать такие плашечки где получится где не получится где посчитаем сколько это стоит и где нет переходите по ссылке в описании чтобы видеть актуальную цену если вас конкретно интересует опять таки звоните так вот почему я мы сегодня посмотрим эту модель она максимально похожа на гранд каньон но с кое-какими нюансами а главный нюанс это цена примерно на 25 процентов эта модель дешевле чем гранд каньон коротко по техническим моментам длина автодома это у нас в н с подъемной крышей 5 93 сантиметра ну то есть считай 6 метров ширина 2 метра высота 278 но это когда крыша опущены когда поднято тут нигде не написано но как бы естественно в больше 4 место 4 спальных 4 ремня безопасности что основное отличие здесь у нас нету полного привода нету повышенного клиренса поэтому это такая уже менее внедорожный вариант но за счет этого именно он и дешевле и как бы легче здесь у нас вес три с половиной тонны а как мы помним гранд каньон он весит у нас побольше 4 с лишним но мы это в расчет сильно не берем потому что получается так что можно часть опции каких-то убрать и чтобы в россию все равно приезжал три с половиной тонны то есть в категории поэтому если вы видели гранд каньоны у нас на канале то они тоже в россии в б категории но эта машина в любом случае будет б категория что еще здесь важно сказать да особо больше нечего все остальное посмотрим внутри единственная вот нигде не нашел объем бака с чистой серой водой но предполагаю что он также как обычно примерно в районе там 120 литров нигде просто технически эта информация не указана идем внутрь мы в кабине здесь у нас mercedes-benz спринтер все стандартно есть мультимедиа есть управление на руле все соответствующие помощники удержания там информирование о потере полосы адаптивный круиз-контроль много раз это разбирали поэтому углубляться в это не буду сразу переходим как бы к жилому пространству у нас здесь поворотное кресло достаточно компактно здесь все расположено вот то есть я кресло поворачиваю прямо упираюсь в стол и мне нужно обязательно сдвинуться назад но это обычно в принципе всегда так но в венах это просто особенно ощутимо здесь у нас вот такой компактный столик столик при этом вращается в любом положении можно поместить вот так вот перпендикулярно параллельно как бы автодому перпендикулярно сдвинуть вперед назад ну то есть зависимости от того где вы сидите это кресло конечно же тоже поворачивается сейчас мы даже попробуем повернуть сюда вот она только надо вперед его немножко сдвинуть вот и все и мы его поворачиваем как видите даже я не сижу на нем и могу его легко повернуть подлокотники вот что кстати в мерседесе всегда хорошо здесь не надо ничего дополнительно крутить регулировать мы просто поднимаем подлокотник и он опускается у нас вот это нижнее положение а дальше так раз раз можем зафиксировать в удобно нам опять таки положение ремни безопасности соответственно два места спереди и два места на диванчике вот у нас как раз таки четыре человека наверху здесь расположена также как в гранд каньоне панель управления всеми системами жизнеобеспечения автодома вот можем посмотреть сколько у нас серой воды сколько чистой воды заряд аккумулятора салонного и в кабине и включить отключить например насос ну и также вот видим что у нас подключен к сети 220 вольт такая вот простенькая лаконичная панель все здесь больше особо добавить нечего столик тканевая отделка поскольку я сказал что это такая чуть более эконом версия видимо по ну наверняка можно заказать кожу почти как всегда везде но вот по умолчанию здесь представлена у нас к ткани очень приятная визуально выглядит на мой взгляд стильно но тут уж дело вкуса пишите в комментариях как вам визуально этот в на диванчике вот когда я здесь сижу один мне здесь очень комфортно свободно я думаю даже ноги особо не должны встречаться с человеком сидящим на водительском кресле но тем не менее вдвоем в дороге наверное если люди не очень крупные как я то тогда нормально вот так вот сидишь здесь 2 человек там можно ноги чуть-чуть проход выставить там ну так свободно но если прям нормально пристегнуться и сесть вот так конечно крупным людям здесь будет уже тесновато ну все-таки вен скорее для двоих история кто-то один сидит за рулем 2 может быть сел сюда на диванчик там за компьютером посидел за столом потом пересел в кабину это комфортно в четвером ну уже такое там втроем с ребенком вообще замечательно два человека родители там едут спереди там ребенку здесь место более чем достаточно сесть поесть в четвером будет думаю нормально потому что можно все еще присесть как-то вот так чуть больше на край и место будет достаточно плюс автодом это про то чтобы особенно такой вен там у нас есть маркиза про то чтобы сесть на свежем воздухе там и так далее что здесь у нас еще розетка 220 вольт 2 usb 2 usb зарядки и на треке светильники от dometic вот такие вот точечные соответственно их можно переставить вот снять или добавить сюда какой-то другой модуль например с еще одной usb розеткой больше здесь отметить вообще ничего но у нас вот так вот раз лесенка еще опускается она в целом мы ее разбираем вот так что она разъединяется на две части и мы убираем тоже на крышу и крышу закрываем но когда мы пользуемся лестницей здесь вот все еще можно сесть но уже скорее одному человеку и лесенку придется так вот в сторону откидывать отставлять но если мы ставим вот по ним и поднимаемся на второй этаж кухня здесь у нас вот стеклом закрывается и получается как бы рабочая поверхность но если мы откроем все это то у нас по сути рабочей поверхности как таковой уже нет кроме вот этой маленькой откидной столешницы на 5 килограмм максимальная нагрузка здесь два огня электроподжиг и соответственно раковина вообще в принципе отград каньона здесь отличие минимальный скорее в по большей части то есть также у нас тут москитная сетка я как-то в одном из обзоров сказал что вот у венов классно что здесь большой такой обзор и мне написали ахо и комары нет ни комары потому что свежий воздух и панорамное окно не обязательно будет равно комары у нас есть вот москитная сетка даже на такую большую дверь мы можем ее закрыть и никто у нас ничего лететь здесь летом не будет возвращаясь кухне здесь у нас ящики тут вилки ложки верхней и ниже поменьше ящик и побольше тут есть мусорная ведерко фиксируется на стенке ящика опять-таки к отличием от гранд каньона в гранд каньоне у нас над холодильником вот здесь просто такая вот покатая поверхность ей пользоваться как полочки такой прикроватной тумбочкой можно только когда машина стоит потому что значит все попадает здесь же у нас решение вот такое над холодильником продолжается до самого потолка дополнительно закрытый шкафчик здесь даже гардеробная палочка непонятно зачем но и просто полочка ну как бы не понять зачем потому что очень мало места я не думаю что здесь можно прям что повесить на плечики там физически они не поместятся как бы есть ниже компрессорный холодильник работает от электричества 220 12 вольт работает по такому же принципу как обыкновенные домашние холодильники с противоположной стороны у нас вход в санузел санузел у нас весьма компактный комбинированный туалет и душ по большому счету я бы сказал что это просто туалет потому что но душем воспользоваться здесь можно так в экстренной ситуации то не очень крупным людям но это в большинстве венов там и маленьких прицепах именно так и выглядит здесь у нас по кругу шторка которая закрывает фасады вот мы ее можем видеть раковина туалет тетфорд селектор смывом и вот мой рост метр восемьдесят я прям впритык упираюсь ну окей минус два сантиметра если убрать дощечку и встать в поддон то есть если вы выбираете такую концепцию учитывайте это исходя из того какой у вас рост если выбираете там в маленькие прицепы всегда может быть этот нюанс но вот с ростом 180 вполне в принципе терпимо по туалету все наверху на втором этаже в палатке у нас по сути все так же как в гранд каньоне здесь есть большая двуспальная кровать полноценная с матрасом ровным без каких-либо там сборных частей есть вот такой фонарик гибкий у него в основании 1 usb розетка и есть еще одна розетка на 12 вольт ну привычный нам прикуриватель есть в палатке окошки как с москитными сетками так и глухие просто с пленкой ну и конечно же блокаут как бы шторка которую мы застегиваем и у нас здесь темно ничего не дует достаточно тепло мы проверяли там как минимум до нуля вообще комфортно абсолютно при минусовой температуре если нужную трубку такой от печки сюда завести опять-таки люди говорили что в принципе до минус пяти более чем комфортно в этой палатке спать уже в более сильные морозы конечно же наверное навряд ли но смотря какой у вас спальник если вы там зимой путешествовали когда-нибудь в палатке вам знаком такой вид туризма то я думаю вы понимаете примерно что такое считайте что у вас просто палатка только снизу есть мощная печка и весь воздух поднимается вверх ну и наконец основная спальня здесь у нас опускаются вот таким образом раз составная часть и собирается матрас вот из этих вот подушек кровать чуть-чуть сантиметров на 10 поменьше чем в гранд каньоне около полутора метров тут тоже не написано прямо конкретной информации по кровати но как я помню с гранд каньона здесь чуть меньше это примерно полтора метра что интересно появился новый фиксатор очень удобный одним нажатием пальцем и сюда нажимаем и вот так эта дощечка у нас опускается здесь есть трековые светильники точно также можем снять с одной стороны и с другой и здесь кстати вот юсб розеточка тоже есть на трек можем ее переставить опять-таки в любое нам нужное место наверху есть полочки слева и справа с этой стороны у нас ящики еще для хранения вещей и кстати вот еще интересная вещь сейчас разберемся как вот удобная очень вот эта вот стеночка которая отгораживает как бы багажное отделение от всего жилого пространства реализовано на вот таким образом просто выдвигается стенка и все почему я на это обращаю внимание потому что в гранд каньоне у нас как минимум там до последнее время может быть тоже сделают так была просто такая дощечка снизу которая на креплениях фиксируется но в общем не так удобно здесь мы просто потянули и все перегородили пространство потом раз сложили и никаких проблем на этом пожалуй по этому пространству в основном все ну и сзади у нас газовый отсек здесь расположен два газовых баллона по 22 литра располагается под кроватью открываем задние двери и спокойно получаем к ним доступ если рассматриваете между там венами в интегралами полу интегралами альковыми автодомами и вот не понимаете что вам больше подходит вот один нюанс у вены вен как бы компактнее у вена есть вот это огромное пространство что у нас сохраняется по сути такой вот мы уже сюда даже скутер какой-то загнать что мы не сделаем там какой-нибудь зачастую алькова нигде не в багажник но при этом вот эти распахивающие двери зимой являются зачастую проблемой выбирайте то что подходит вам по правому борту нас заливная горловина для чистой воды уже сказал что по объему бака точно не знаю но около 120 литров здесь просто не указано вот это вот дверь которая основная основной вход ну стандартная от вена наверху есть маркиза тоже уже упомянул ну и еще пожалуй могу обратить ваше внимание что вот мы можем как раз видеть что клиренс здесь у нас пониже чем у гранд каньона нету полноприводной такой внедорожной резины поскольку машина не полноприводной как бы рассчитана по большому счету для трассы вен от хюмер free с 600 мы сегодня с вами посмотрели такой ближайший аналог гранд каньону только не внедорожный при этом дешевле легче но в остальном в целом очень много схожего пишите в комментариях ваше мнение понравился вам этот вен или нет вообще выбрали бы концепцию венов и вот в сравнении с гранд каньоном что вообще об этом думаете также не забывайте подписываться на канал и желательно ставить уведомление колокольчик потому что у нас будет сейчас выходить серия роликов из штутгарда плюс периодически выходят из москвы с площадки ролики которые на модели которые уже находятся в москве которые можно приехать посмотреть чтобы все это не пропускать вот как раз таки колокольчик вам поможет также у нас есть телеграм-канал у яхты на колесах там можно задать какие-то вопросы пожелания к следующим роликам увидеть различные лайфхаки так что не забывайте подписываться меня зовут антон это канал яхты на колесах до новых встреч пока